Визави с миром. Автор и ведущий Армен Агнисян. 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 Можно было бы чуть раньше высказать свою позицию. За день до разразившегося скандала с оборонсервиса были слушаны министры обороны Государственной Думы. И насколько я знаю, они прошли очень гладко, что очень многих возмутило. Поэтому сегодня мы с вами не готовили специальную передачу к отставке Сердюкова. Мы вас пригласили неделю назад. Так совпало. Поэтому сегодня, знаете, продолжим пословицы. Каждый мечтает ударить мертвого льва. Не будем ударять его. Да, в этом у нас есть такая какая-то наша традиция. Не очень хорошая. Уходящего вот в спину. А в лицо как-то вот. Совершенно верно. Мы в общественном палате все время, я еще являюсь заместителем председателя общественного совета при Минобороне. И все время критиковал и министра обороны, и многих его помощников за те движения, те решения, которые они делали. И надо, кстати, к чести Сердюкова сказать, должен он терпел, всегда терпел, что вот один из заместителей, председатель общественного совета при Минобороне, я еще был тогда, когда Никита Михалков, наш известный кинорежиссер, был председателем общественного совета при Минобороне. Вот он и я, мы сильно критиковали руководство. И надо отдать должное, что они терпели. Ну, это терпели, и не просто, и не было каких-то, знаете, мелочных таких, так сказать, укусов с их стороны, это делает им честь. Но я хочу сегодня сказать более в широком плане, знаете, очень много вот за последние дни нам звонили генералы, офицеры, приходили в общественную палату. Мои сослуживцы, бывшие и подчиненные, и друзья, с которыми вместе и академию заканчивали училище. Я уволился после 20 лет службы в армию, 20 лет занимаюсь несколько другим вопросом, бизнесом и общественной работой. А они продолжают службу, они говорят, что при такой ситуации министр обороны не имеет морального права оставаться в своей должности. И я полагаю, что очень логично, что президент принял решение такое. Немножко сожаление вызывает, что вот министр обороны сам не написал рапорт и не сделал заявление чуть раньше. Потому что мировая практика показывает, как да. Но вообще-то он сам сделал заявление с просьбой о отставке, он сам обратился. Только не рано, а поздно, вы считаете. Да, да, он должен был об этом сказать. Раньше. Да, совершенно раньше. И заявить, и сказать, и президент бы принял тогда такую отставку. Я надеюсь, что принял бы отставку. А сейчас президент принял решение его уволить. Потому что, видите, нам понятно, что нам нужно подождать еще окончание следствия, да. Но это правового поля. Такая должность, как министр обороны, находится в поле, прежде всего, нравственном, моральном. Поэтому то, что произошло, это все правильно. А то, что Сергей Кожуй-Хедович приходит, я думаю, что это тоже логично. Потому что Сердюков был министр обороны. Он достаточно много сделал. Он был разрушителем. А теперь нужен Созидатель. Шойгу это Созидатель. Скажите, вот такой есть общий вопрос из Калининграда. Армейская реформа интересует не только сами армейские круги, но и все наше общество. Как вы оцените, как саму реформу, каковы ее цели и смысл, так и ход ее выполнения? Что делается, насколько результативно? Ну, изначально, знаете, наша передача не позволяет слишком глубоко говорить об этой проблематике. Ну, попробуем, да, концептуально. Изначально ведь что произошло? В 20 лет мы перешли к совершенно новой социально-экономической формации. Но, образно говоря, от социализма пошли к капитализму. А армию долгое время оставляли в социализме. Нам нужно было, переходя на новые экономические, прежде всего, отношения, и армию подтягивать. Поэтому реформа необходима была. Это раз. Второе. Все-таки для нас такие ресурсы, такие средства, моральные, материальные, духовные, которые мы отдаем армии, многовато, конечно. Забегая вперед, хочу вам сказать. Вот смотрите, мы периодически встречаемся на заседаниях Международного консультативного комитета организации офицеров и запаса. В том числе, у нас половина стран Варшавского договора бывшего, половина где-то стран НАТО. Вот как НАТО переходит армию? Они не держат в казармах такое количество военнослужащих, как мы, даже миллион, да? У них работает система резерва, резервистов. Поэтому даже с этой точки зрения, вот, военная реформа предполагает и предполагала, я надеюсь, что мы будем в этом направлении двигаться, все-таки экономно использовать свои материальные ресурсы и систему достаточности обеспечивать. И при этом понимать, что мировая цивилизация идет по своему пути, без самодостаточной обороны мы не обойдемся. Ну, какова она должна быть? Какие подходы должны быть? В том числе, мы должны изучать зарубежный опыт, что мы, в общем-то, активно делаем. И вот реформа призвана была это сделать. Ну, а что получилось у нас, то получилось. Я думаю, что важнейшим моментом, вот, произошло то, что в ходе реформы мы все-таки вместе с ребенком, вместе с водой чуть ребенка не выплеснули. Мы начали разрушать нашу военную культуру, наши традиции, особенно среди офицеров, понимаете? Мы очень много натворили с военным образованием, я думаю, сейчас нужно срочно подправлять, с подготовкой офицерских кадров. Вообще, в кадровой политике и на обороне в последнее время очень много было проблем. Ну, вот, смотрите, в соответствии с планом реформирования вооруженных сил, к 2012 году, то есть, вот, к нынешнему, численность армии уменьшилась с 1 миллиона 200 миллионов, 1 миллиона 200 тысяч военнослужащих до миллиона, вы сейчас сказали. При этом, общую численность офицерского корпуса решено было сократить с 335 тысяч до 220 тысяч. Ну, изначально даже до 150 тысяч их планировалось, 3 раза сократить. Логика была понятна, я ее понимаю, потому что подготовить офицера, подготовить его, содержать, это очень большие деньги для государства. Ну, логично были некоторые, так сказать, позывы Совета безопасности, Министерство обороны. Не все надо валить на Министерство обороны, понимаете, у нас много есть структур, которые определяют концепцию национальной обороны, в том числе Совет безопасности, в том числе Верховный Главнокомандующий. Но были, конечно, допущены ошибки. О них сейчас рановато говорить, но корректировка нужна. Потому что, ну вот изначально хотели 150 тысяч офицеров оставить, потом посчитали, посмотрели. Ведь офицерский состав это костяк вооруженных сил. Да, дороговато, но потом создали новый рот вооруженных сил, воздушно-космическая оборона. Нужно было срочно еще 70 тысяч офицеров добавлять, почему стало вот 220. Возникло вопрос, где их брать, как их готовить. Вот эти шарахания, они ни к чему хорошему никогда не приводили. Знаете, скажу так, на заседании комиссии мы приглашали где-то год назад начальника генерального штаба, генерала армии Макарова Николая Егоровича. И я ему задал вопрос в ходе заседания. Научное обоснование было реформы? И скажу откровенно, мы не получили в общественной палате. Да, я думаю, общество сегодня не может ответить на вопрос. Четко ли было научное обоснование и самое главное сопровождение научной вот этой реформы? А это очень важно. Скажите, пожалуйста, вот давайте попытаемся ответить на вопрос нашего слушателя из Ставрополя. Я думаю, что это будет и ответом на вопрос, что же именно подвелось критики со стороны Вашей и Михалкова. Это интересно. Думаю, что это где-то вот в этой плоскости этого вопроса. Перевооружение армии у всех на слуху, пишет слушатель. Не могли бы Вы рассказать о том, как это происходит? Соблюдается ли сроки? Как быстро осваиваются новые виды вооружений? Много ли осталось работы в этом направлении? Она, насколько известно, временными рамками вполне ограничена. Да, мы знаем, что если брать в общем, то до 2020 года у нас нужно было выделить больше 20 триллионов рублей на перевооружение, переоснащение. Однозначно могу сказать, что это очень важная государственная задача. И очень хорошо, что приняты были принципиальные решения. Но потом много пошло наперекосяк. Первое. Я категорически не был согласен, и сейчас остаюсь при своем мнении, что перевооружая вооруженные силы, мы должны были, и выделяя огромные деньги, мы должны были просчитать возможности нашего военно-промышленного комплекса. Тот путь, по которому пошло Министерство обороны, не учитывая возможности и ситуацию, в которой находились наши предприятия, оборонные предприятия, их около полутора тысяч, они приняли решение закупать технику вооружения за рубежом, военные образцы. Но это мы подпадаем, а, мы подпадаем под зависимость от зарубежных образцов. Это раз. Во-вторых, в случае возникновения конфликта, всем понятно, что нам нужно будут и запчасти, нам нужно будет ремонтировать где-то, нам нужно будет восстанавливать эту технику. А если она иностранная производство, это представляете, мы... Вообще-то на поверхности лежит. Конечно, на поверхности. Удивительно, что в военные головы никто не пришло. Это раз. Второй момент. Но если мы выделяем такие огромные деньги и говорим, что мы защищаем нашу страну на оборону, слушайте, и в то же время разрушаем военно-промышленный комплекс, а военно-промышленный комплекс это локомотив всей нашей промышленности, экономики. Самые наукоемкие, самые технологические системы именно там изначально были, они для этого предназначены. Получается так, что мы пытаемся, будем защищать, а кого? А своего комплекса, а это сотни тысяч людей, работя, инженеров, членов семьи, это градообразующие предприятия. Так можно их лишить работы, да. Не просто лишить, тогда получается, что мы защищаем какую-то скорлупу, а внутренности нет. Поэтому я уточню... Проблемы обороноспособности нашей страны. Давайте внесем... Это так или не так? Нет, внесем корректирую. Значит, я не сказал, что он обеспечит и что у него есть потенциал. Я сказал о том, что когда мы просчитывали перевооружение, возможно перевооружить армию в 2020 году и выделить эти деньги, мы должны были учитывать потенциал наш оборонного комплекса. А мы его не учитывали. Деньги есть, людей нет, специалистов нет. Наша комиссия неоднократно проводила слушания, вот специалистов мы пригласили, комиссия в общественной палате оборонщиков наших. И там же средний возраст уже за 60 лет специалистов, понимаете. Долгие годы мы не давали им заказов. А смены поколений не происходят. И причем это же подготовка. Долгие годы мы просто не давали заказов. Вот я вам хочу сказать, я не так давно был... В 90-е, наверное. Я был на Амурском судостроительном заводе. Там десятилетиями, чтобы нашу подводную лодку, в свое время было, подводную лодку, значит, отремонтировать, провести капремонт, надо было выделять деньги 10 лет. Так как деньги выделяют 10 лет, нет заказов, люди разбегались. Сейчас деньги есть, но надо подготовить базу. То есть наоборот, надо поднять этот лежачий военно-промышленный комплекс. И почему Рогозин, я с ним согласен, почему он сейчас воюет, в том числе и с Сердюком он воевал. Потому что принципиально расхождения были. Если ты патриот своей страны, ты все-таки вкладывай в свое производство. Да, может быть, не получится на 2020 году. Но есть вторая сторона. Но если мы не можем, ну давайте увеличим. А то сейчас получается так, как с боеприпасами. Уничтожаем и губим людей боеприпасы. Потому что вот установили такие сроки. Но подождите, первично, наверное, все-таки не сроки, а содержание, сохранение жизни, здоровья людей, и сохранение этих материальных ценностей. Мы же вместе с боеприпасами поселки взрываем. На Урале что происходит. Поэтому здесь и сроки, и здесь нужно было все просчитать. Есть еще несколько таких сторон вопросов, которые, вот я еще раз хочу сказать. Проблема была Минобороны в том, что там очень много было дилетантов. Я это открыто могу сказать, и мы говорили. То есть не военных. Ну да, ведь, понимаете, система Минобороны, вот та же коллегия Министерства обороны, военные советы, коллегия потеряла роль свою. Военные советы видов, родов, округов. Это мощнейшие были структуры влияния отстаивания своей позиции. А в Минобороне, наоборот, вот при Сердюкове, что было плохо, что мнение профессионалов, специалистов, которые могли бы доказать, отстоять, оно не учитывалось. Наоборот, их старались убрать, выкинуть, выбросить. Я разговаривал с министром финансов Кудрином как-то на встречу у президента на совещании. Он говорит, слушайте, не справляется же Минобороны с таким количеством денег. Я с ним согласен. Но если не справляется, зачем давать? Зачем давать? Давайте все прочитаем. Давайте посмотрим. Ну не способны мы перевооружиться со своими ресурсами к 2020 году. Пусть это будет 2030. Но зато по науке, по хозяйству солидно, понимаете? Ну что ж, есть логика в том, что вы говорите. И все-таки у меня такой вопрос к вам. И все-таки, и все-таки. Вот зайдем немножко с другого угла. У нас как-то была критика в адрес руководства Министерства обороны, и до Сердюкова, кстати, о том, что современные виды вооружений мы приоритетно поставляем за рубеж. То есть делаем из него экспорт. Тогда как нашим собственным частям, это было связано и в связи с чеченскими событиями, как вы помните, нашим частям не хватает современного вооружения, современных точных вооружений, и вообще того нового оружия, которое мы могли бы производить и поставлять для своей армии, а не отправлять на экспорт. Ну, вы знаете, ну, вот ваш вопрос... Или мой вопрос дилетантский. Ваш вопрос вытекает из первого. Наши возможности, наши военно-промышленные комплексы, в том числе наши авиационные, значит, промышленные, в том числе вот самолеты, тот же, возьмем, Суперджет, тот же, те же Миги, они несколько преувеличены. Мы уже тоже потеряли, и здесь потеряли мы свои, значит, подходы, свои, знаете, свою пальму, перенца, что ли. Но мы не можем, без экспорта мы тоже жить не можем. Мы должны экспортировать технику вооружения. Другое дело, какое соотношение должно быть? Ну, чтобы не терять рынки, понятно. Конечно, абсолютно. Рынки терять нельзя, я согласен. Абсолютно согласен с вами. Ну, и здесь, знаете... Я хочу, чтобы вы поняли мой вопрос. Если деньги есть, если, как говорит Кудрин, утверждал... Да, зачем продавать еще, да. То тогда, ну, если деньги есть, можно и продавать, и рынки сохранить. Согласен. И перевооружать свою армию. Но экспорт вооружения, это свое время, своего рода, это не только деньги, но это еще и лакмусовая бумажка. Проверка нашей техники вооружения все-таки загружен. Потому что те же индейцы, или кто у нас покупает самолеты, допустим, корабли, они просто балду не будут покупать, закупать. Время кончилось. Ну, тем более. Да. Поэтому тут тоже есть своеобразные моменты. Это мы у себя можем, грубо говоря, значит, там, парить, так, знаете, на жаргоне таком, значит, на, бери то, что есть. И то поддержу, вот здесь я поддержу руководство Минобороны, и того же начальника штаба, он доказывал и говорил, ну, если наши бронетранспортеры, танки, они не обеспечивают защиту наших ребят в боевой обстановке, зачем мы покупаем? Не надо закупать тогда. Потому что они наносят ущерб. Если уж мы что-то закупаем, и тут Минобороны правильно ставила задачу перед ВПК. Давайте нам качественную технику. Не просто так. Раскрашенная, покрашенная. Как вот нам, кстати, амунирование подсовывали знаменитым. Есть вопрос, да. В армии шьют новые формы, она не отвечает требованиям службы. Это правда? Из Ярославля. Ну, здесь я могу сказать так, что была разрушена система, первая система нашей военной, значит, и вся исследовательская группа, институты у нас существовали, которые занимались вещевой, нашей вещевой службой обеспечения. Очень много профессионалов ушло. Даже такое же понятие, как госприемка, понимаете, оно тоже ушло. Потому что, ну, возьмите, 10% госприемка, раньше в Минобороне была, это 10%, как мне рассказывали, профессионалы, вещевики, они должны проверить. Ну, вот поступило, допустим, там, 10 тысяч комплект на дивизию, да, какой-то, вот тысячу нужно проверить. А для того, чтобы проверить, что оно из себя представляет, должны профессионалы, а их нет, их поразогнали, отдали все на откуп гражданским, да, коррупционным... Еще по тендерам. Да, да какие там тендеры были. Когда мы столько разберем, миллиардные, нанесены были миллиарды денег, ущерба. И когда мы, одни из первых, наша комиссия начала заниматься с этим вопросом, вместе с телевидением, мы доказали, что ребятам холодно, в этой форме новой, цифра называем, она не дышит, она не обеспечивает ни тепло, ни во время жары не обеспечивает, так сказать, нормальные условия. Я даже сам, мы как-то поехали с Василием Семеновичем в Лановым, мы поехали с Хенвал, это во время событий, и одели эту форму, походили несколько часов, и ему грустно стало, и мне грустно стало. И мы стали доказывать, что это не та форма. Но, к сожалению, у Минобороны очень много в этом отношении было амбиции, и очень много ресурсов для того, чтобы морочить мозги общественному, так сказать, обществу, в том числе с таким подконтрольным им правозащитником, доказывающим, что все хорошо. Все хорошо. Как это идея вообще, а вот сорсинга при армии. То есть, когда не армейские структуры, которые годами, десятилетиями занимались обеспечением армии, а другие структуры, чаще всего, если это Минобороны, это на условиях конкурса. Ну, вот я вам приведу, вы привели пример с формой для военных, а я приведу вам пример с формой для дипломатов. Тендер выиграла одна из питерских команд для пошива одежды. Слушайте, там талантливые люди в Питере везде. Форма одежды тоже в Питере, кстати. Да? Вот как. И, значит, все очень мило, хорошо, но только... Они понизили цену, снизили. Говорили, а как вы вообще лекала будете снимать, мерки с дипломатов? Вы в Москву будете приезжать? Нет, у нас там будут лекала снимать, там что-то шить. Ну, ладно, хорошо, но это уже лишние затраты. А скажите, да, а сукно? Сукно получили сукно. А дипломатическая форма отличается тем, что там вот эти гулуны и вот эти вот... Ну, это обязательная часть, как бы, старые еще формы. Она довольно тяжелая. Сукно должно выдерживать вот эти все, значит, аксессуары дипломатические в мундира. Она не выдерживает, она начинает обрываться, рваться. И вот такие интересные вещи происходят. Ну, вроде бы ситуация сейчас выправлена, но мы всегда выправляем что-то какой-то неимоверной ценой. А вот с армией-то это посложнее. Все-таки послов у нас и дипломатов не столько, сколько солдат и офицеров. Но, тем не менее, и то, и то важно, хотя бы потому, что и то, и то это символы государства, авторитет государства. Вы правы. Но я все-таки считаю... Стоит понизить цены. Я просто, извините, возвращаюсь к вопросу. Как вы относитесь к тому, что теперь на условиях даже конкурса, пускай, где главное не качество, конечно, а цена до сих пор было. Не знаем, что даст новый закон 94 ФСЗ, не знаем. Но до сих пор это все время было выигрывать за счет понижения качества. И тем самым, якобы, цены. Вот армия может перейти в таких условиях на аутсорсинг? Или вы считаете, что этого не должно? Ну, вы знаете, армия-то сколок общества. Армия не может быть отрыва от общества. Если общество поражено коррупцией, стяжательством сегодня на этом этапе, понимаете, и армия не может быть какой-то другой. Значит, я глубоко убежден, что... Ну, конкурс. Говорили, что это форма борьбы с коррупцией. Я глубоко убежден, что аутсорсинг должен быть. Потому что не должны мы призывать на службу, да еще на один год, ребят, офицеров, и чтобы они мели, красили и так далее, бордюры там. Это не их работа. Или готовили. Или готовили, да, это не их работа. Должны быть гражданские структуры, которые полностью... Как, кстати, за рубежом, посмотрите, как у американцев. Американцев очень много на аутсорсинге. Причем американцы приходят, они же не только в Америке имеют свои базы. Куда они приходят? В Европу, в Азию. Они приходят, мощно там создают материальную базу. И у них обслуживание будет здорово. И мы, кстати, об этом говорили. Солдат должен утром заниматься физподготовкой, спортом там, стрелять, водить, бегать, прыгать. Пришел, снял с себя, все свое, так сказать, амбудирование положил в мешочек, ему постирали, почистили, дали. Он должен заниматься только боевой подготовкой. Так должен быть у нас. Но, знаете, во-первых, коррупция, она поразила наше все общество. Это раз. Второе. У нас, конечно, эта система еще вот, это же бизнес. А я как бизнесмен могу сказать, особенно в последние годы, бизнес задавили. У нас бизнес в большей степени стал, знаете, главный бизнес – это присосаться к бюджету. А вот настоящего бизнеса, чтобы у человека был интерес зарабатывать, чтобы он гордился этой профессией, чтобы у него… И честь за продукцию, которую производят. Давайте подождем. А не о цене только. Я уверен, что мы к этому подойдем. Нужно просто время. И те структуры, которые будут заниматься аутсордингом, они будут, я уверен, они будут гордиться, что они обслуживают Министерство обороны. Потому что для и для бизнеса, и для любой структуры очень важны не только деньги, и мы к этому подойдем, но уважение – авторитет. Знаете, такой странный вопрос для меня лично. Ну, как вы относитесь к разговорам о возможности создать в России частные армии, которые за границей уже существуют и действуют? Например, в Ираке. Ну, так сравнение, конечно, параллель России и Ирак – это оригинальное. Но все-таки. Ну, давайте начнем с того, что мне непонятно… Мы не о контрактной системе сейчас. А контрактный вопрос? Мне, как военному профессионалу, человеку, который связан сейчас с армией, немножко непонятно позиция частных армий. Значит, чем они будут заниматься, частные армии, и что это за частные армии, кого они будут? Во времена Возрождения, понятно, были нанятые войска. Это раз. Во-вторых, ну, сегодня это несколько, на мой взгляд, абсурдно. Если коснемся истории, посмотрите, и Ганнибал, и римляне, да? Значит, почему римляне, исторически вот так, почему римляне все-таки победили? Несмотря на то, что Карфаген – это богатейший город был, ведь все брали римляне у них, и армия шикарна была. Но у Ганнибала, и Ганнибал был блестящий полководец, но у него была, так называемая, наемная армия, которая воюет только за деньги, понимаете? Что мы говорим о частной армии, если мы хотим вообще вести разговор? Для меня это непонятно. Пусть мне кто-нибудь расскажет, что такое. Пусть это будет из области военно-исторической теории. Да. Поэтому я думаю, что это какой-то такой, больше к анекдоту. Так вот, возвращаясь к римлянам и карфагенам, римляне победили, потому что они защищали свою землю, знали, что их воины, знали, что защищают. А Карфаген проиграл, потому что там была наемная армия. Наемная армия может только воевать, она в мирных условиях не существует, они не могут без войны, без боевых действий. Поэтому если нас подталкивают создать частные армии, чтобы они тут на нас уже давили и создавали прецеденты, им же надо воевать, деньги получать, награды, ордена, понимаете? Ну все, это как бы раз бизнес сюда, то надо бы создать бизнес-армию. Вот мы с вами затронули такую экзотическую тему наемных армий, но есть еще один вопрос, который касается именно организации армии, существования ее структуры. Ну и неизбывный вопрос. Когда бы к нам не приходил военный, человек, так или иначе связанный с армией, задался вопрос о контрактниках. Вот вопрос так звучит. Контрактная армия в нашей стране это вынужденная мера или новое качество вооруженных сил? Вы знаете, проблемы обороны, национальной безопасности, они не могут рассматриваться однобоко, то есть все всегда в комплексе. Я бы сказал, что здесь и новое качество, и необходимая мера, потому что мы в принципе подходим уже, где-то в определенной степени находимся в демографической яме. Поэтому не хватает у нас, конечно, ребят. Вот этим мы связаны с тем, связано с тем, что мы немножко сократили призыв, вы знаете, в армию. Но есть вторая сторона. Я, например, категорически за, чтобы мы все-таки контрактную армию имели и побольше занимались в программе, о которой я говорил, резервы, резервистов. То есть это как за рубежом. Люди приходят утром на службу, приехал он, оставил машину, целый день занимается боевой подготовкой, вечером уезжает домой. Получается, эти деньги в случае возникновения каких-то проблем, он призывается. Что касается контрактников, у нас там и сейчас есть решение до 2017 года, по-моему, набрать их там около 400 тысяч, чуть больше. Почти половину, чуть меньше. Да, но вы знаете, я еще раз хочу сказать, тут нужно смотреть и не только на материальные возможности общества, но и вообще на возможности общества. Вот я о чем хочу сказать. Ну, что касается материальной, да, зарплата, конечно. Должна быть хорошая зарплата у контрактников, потому что контрактник это человек, который идет уже, понимает, что он рискует и жизнь. Связывает свою жизнь. Да, свою жизнь и потом это все-таки не мести улицы, а они занимаются в том числе боевой подготовкой. Вы знаете, у нас проблемных зон очень много. Но есть вторая сторона. Вот уровень сегодня образования, культуры нашего населения таков, что я все время об этом говорю. И, кстати, говорил как-то с нашим патриархом. Мы должны подумать о том, что кого мы обучаем и учим воевать, убивать, значит, кому даем в руки оружие. Уровень культуры, образования, духовно-нравственное состояние этих людей, молодежи соответствует тому, что мы имеем сегодня, будем иметь 400-тысячную армию вот этих ребят. Одно дело, мальчишки пришли в школу, год побыли, как-то они еще, мы их даже, может быть, на них как-то должны повлиять, во всяком случае, в армии с точки зрения воспитателей. А это придут люди, которые могут нам создавать очень большие проблемы. Я, может быть, с одной стороны подхожу к этому вопросу. Нет, вы затронули очень важную тему, на самом деле, насколько морально-нравственно подготовленный приходит контрактник в армию. Это очень важно, потому что он приходит на совершенно других условиях, и его роль и значение совершенно иначе. Сколько ты ему не плати денег, вы понимаете, это еще проблематично, за кого он будет воевать и что он будет делать. Вот вы встречались с патриархом, у нас есть такой вопрос, как вы относитесь к тому, что священники все больше и более активно работают с солдатами и офицерами в армии? Вот мы как-то на приеме у президента 4 ноября, ровно 4 года назад, оказались за одним столом с патриархом Кириллом, тогда он был митрополитом. И в течение часа, пока сидели на приеме, проговорили рядом. И вот я думаю, что где-то в какой-то степени мы многие вопросы, я тогда был представителем комиссии, тоже общественной палаты, многие вопросы поговорили. Он поддержал мою идею, что очень важно, кого мы вооружаем, кого мы учим нас защищать, и как эти люди могут потом больно ударить по нашему же обществу. Полумиллионную армию такую держать этих ребят, тем более они же будут возвращаться вовремя. В том числе и контрактники есть контрактники, но у нас же сотни тысяч ребят вот по призыву приходят с разным образованием, с разной культурой. Через год они возвращаются, с кем они возвращаются? Вот если мы посмотрим наши праздники, День пограничников, День ВДВ, да? Да, мы видим, как они, и это не только в Москве, это во многих городах мне звонят и с возмущением говорят, как ведут себя эти ребята, вчерашние солдаты, а вот их в оружии, не будучи подготовленными, воспитанными, я думаю, что тут проблема. И тогда же вот было предложение, мы обговорили, потом еще раз встречались о создании сети священников в армии, я только за. Причем там за столом сидели представители мусульман, иудеи. И я сказал митрополиту Кириллу тогда, говорю, единственное, надо продумать, как вот другие конфессии подключить. Он говорит, тут же прямо сказал, мы со своими братьями дословно договоримся. И сегодня я знаю, что есть, существует договор, медленно, тяжело, в какой-то степени, я думаю, что и Сердюков сопротивлялся вот вовлечению и созданию священнослужителей в войсках, но они необходимы. Я в этом просто как православный человек верующий скажу, что они необходимы. Спасибо. Из Муманска вопрос. Будьте осторожны, может быть, это как раз офицер-пенсионер. Александр Николаевич, как по-вашему, офицеру, ушедшему в отставку, пенсии на жизнь хватает, кстати, я должен сказать, что полное название комиссии, которую вы возглавляете, давайте скажем, послушаем, помимо того, что вы занимаетесь проблемой национальной безопасности, в зоне внимания комиссии общественной палаты, также социально-экономическая жизнь военнослужащих, членов их семи и ветеранов. Это все в компетенции вашей комиссии. Вот, пожалуйста. Итак, ушедшему в отставку офицеру хватает ли на жизнь сегодня? Кстати, и как быть с инфляцией? Индексируется ли пенсия военных? Значит, сразу отвечаю на ваш вопрос. Нет, не хватает. И это очень прискорбно. Учитывая еще тот факт, что у нас миллионы, миллионы военных пенсионеров. У нас вообще в стране, комиссия занимается пенсионерами, у нас около 40 миллионов сегодня пенсионеров, в том числе миллионы, это офицеров, запасов, ветеранов наших. Около 400 тысяч у нас ветеранов, участников Второй мировой войны. Вот, им тоже на пенсию не хватает на жизнь, мы еще их жильем не всех обеспечили. Что касается военных пенсионеров, то это беда. Есть и вторая беда, что они не могут адаптироваться. Нет серьезных государственных программ, о чем мы все время говорим. Адаптировать их, переобучить, помочь им открыть свое дело, помочь им влиться. Многие из них уходят еще в очень... Ну что вы, ну ведь смотрите, вот я уволился, я пошел в военное училище, я закончил во Владикавказе, общевосковую команду, в 17 лет пошел. В 37 лет я уволился из вооруженных сил. По нашему законодательству я могу через 20 лет, офицер может увольняться, он становится ветераном военной службы, получает пенсию. Ну пенсия маленькая, и что такое 37 лет? Да это же рассвет. Я об этом и вот еще президенту Медведеву как-то со всеми выкладками рассказывал, показывал, доказывал, были приняты хорошие решения на государственном уровне, но к сожалению они не всегда реализуются по адаптации. У нас таких миллионы, миллионы здоровых молодых мужиков, которые в 45, в 50 лет увольняются, вот с 37 до 50, у нас миллионы, и они оказываются не нужны. И к сожалению нет хороших государственных программ, которые бы их привлекли на сторону. Они и в криминал уходят, они бездельничают, они там кто-то там пропивает просто, кто-то время балду проводит свое. Ну а возвращаясь к вопросу, хочу сказать, вот что значит подняли в полтора раза пенсию? Вот у меня пенсия была в 8 тысяч, полковник запаса 20 лет прослужил, 8 тысяч, подняли на 50 процентов, 12 тысяч. Я плачу коммунальные услуги 5 тысяч за квартиру, еще одну квартиру дочери, вот и все. Вся пенсия уходит на коммунальные услуги, даже на лекарства не хватает. Если бы я бизнесом не занимался, то конечно существовать было бы очень тяжело. Спасибо, спасибо. Из Минска вопрос, решена ли проблема с жильем для военнослужащих? Власти давно уже обещали ее решить. Это вот эта боль, беда, я думаю сейчас вот после сегодняшнего дня мы узнаем истинную картину, что произошло. Потому что... А сейчас ведется расследование? Ну нет, ну там расследование какое ведется. Вот смотрите, вот я получил очень много писем, обращений, у нас в общественной палате открыта горячая линия. Более тысячи звонков за два месяца о несправедливом распределении, о исключении списков жилья. В Москве не дают, полторы тысячи квартир сейчас очередникам не дают. Вообще очередникам или военным? Военным, военным очередникам, да. Ну я не беру гражданских, это мэр там разберется сам. Мы не знаем истинную ситуацию с жильем. Вот мы сейчас не знаем общество. Наши запросы мы приглашали директора департамента Сюмину, есть такая госпожа Сюмина, вот, департамента жилищного обеспечения Минобороны приглашали, пытались добиться. Не добились, потому что скрывают факты. Там такая, видимо, такой клубок проблем. На сегодняшний день, вот по данным Министерства обороны, Сюриков говорил о том, что вот на 1 января этого года было 50 тысяч без квартирных, 40 тысяч выдали. По нашим данным, очень много пустующих квартир. То есть числится, что им людям дали, что людям выдали, да? Числится, что это квартира, и человек владеет квартирой. Приходят ко мне большие генералы и говорят, Александр Николаевич, вот палату, вот есть документ, что я числюсь с квартирой. Квартира у меня есть, а там ничего нет, там еще и дома нет. А говорят, что я квартиру получил. Поэтому, я думаю, это большая проблема. Я думаю, десятки тысяч офицеров на сегодняшний день являются безквартирными. Скажите, пожалуйста, вот возвращаясь к этой организации, которую выставляете, президент, вы президент Международного консультативного комитета Организации офицеров запаса и резерва. Вот вы обозначили целый клубок проблем от организации армии до социальных, внутренних сугубо. Кстати, сказать, вот так как мы с вами откровенно говорим, я думаю, редко кто может себе позволить. Проблем-то, конечно, в любой армии очень много, и в армии США их хватает. Но, наверное, не проблемы с пенсиями, мне так кажется. Хотя, может быть, и там есть такие проблемы. Мой же вопрос очень конкретный. Вот этот консультативный комитет, он помогает вам в каком-то мере воспринимать другой опыт. Я понимаю, что Россия уникальная страна, согласен. Но все-таки, я так понимаю, что идея объединения опыта и стран НАТО, как вы говорите, и бывшего Варшавского договора, и России, вот что вы черпаете из этого объединения? Ну, первое, знаете, мы просто узнаем ближе друг друга. Офицерам запаса, особенно тем, кто участвовал в боевых действиях, знает, что такое потерять товарища, потерять семью, или что такое гибель человека. Проще находить общий язык. И мы, конечно, моментально между собой друг друга понимаем, несмотря на то, что даже в недалеком прошлом стояли по разной баррикаде. Вот в этом и смысл, чтобы мы учились друг у друга, взаимодействовали, передавали это чувство дружбы, уважения будущим поколениям. И офицерам, ветеранам очень просто находить общий язык. Мы не обременны какими-то, знаете, какими-то решениями, какими-то политическими обязательствами. Это раз. Второе, ведь опыт очень бесценный. Вы знаете, я, вот последнее заседание мы проводили в Вене и в Братиславе. Столько получилось предложений, столько интересной информации, что мы до сих пор, вот мы выпускаем специальный журнал, офицерское братство, у нас есть сайт свой комитета, очень популярный, там десятки тысяч людей со всего мира заходят, изучают, смотрят. Такой идет обмен информацией. И я думаю, и мы, и другие вот руководители, участвовал даже генеральный секретарь СИОР, это организация резервистов НАТО, выступал и говорил, мы уверены, что сегодня вот комитет объединяет организации, в которых находится около 4 миллионов человек. Мы уверены, что через несколько лет это десятки миллионов людей будут, ветеранов, которые входят, особенно вот в стран Азии, там большие ветеранские организации, Азербайджан, Армения, Казахстан, Украина, там Белоруссия, в странах Западной Европы немножко поменьше, но в то же время там страны поменьше, население поменьше, в то же время это большая мощная структура, которая может оказывать влияние на... Мы не занимаемся политикой, мы не вмешиваемся в другие, так сказать, государства, мы обменимся информацией, просто учимся узнавать друг друга и опыт. Вот если у нас есть секунда, вот смотрите, я приехал и сказал нашему президенту, вот мы говорим о том, что мы сейчас пенсию поднимем. Ну какая у нас пенсия? Вот у меня 400 долларов, а вот у полковника Норвегии, я был в Осло, 8 тысяч долларов, а у полковника Американца 7,5 тысяч долларов, у азербайджанского полковника полторы тысячи долларов, у всех выше сейчас, у казахского полковника тоже выше за тысячу долларов, и только у нас такие маленькие пенсии. Почему? Почему наши? Это такая страна у нас богатая, ведь смотри, какие ресурсы, какие возможности у нас. Значит, нам надо перенимать... И Кудлин говорил, вы говорите, денег много. А? И Кудлин говорил, денег много, не осваиваете. Ну да, дают. Почему же на фонд облады труда нельзя прибавить было, если большой резерв денег? Ну я... Времени не хватает передачи, я знаю почему, опыт зарубежный говорят. Я думаю, мы тоже к этому подойдем. А с приходом к Шойгу, как вы думаете, сдвинутся эти проблемы с местом? Ведь он человек такой, который, вы правильно сказали, он, в общем, нацелен на созидание. А многолетнее управлял, в общем, силовой структурой, да? Да, это силовая структура. Это все-таки не другое нечто. Но все равно ему будет трудно. Ему неизмеримо будет трудно. Во-первых, вымот уже какой-то костяк, как вы говорите, не дилетант, а профессионал. Значит, их надо будет обратно собрать. Ну и потом ставить очень как бы принципиальные вопросы о социальном обеспечении. Я думаю, что главное, что вот, с чем он сейчас столкнется сейчас, разрушена добротно, в общем-то, система управления Министерством обороны, вооруженной силы. Проведены корневые преобразования ворштатных мероприятиях, в Генеральном штабе, в Центральном аппарате Министерства обороны. Даже переход на бригады, на батальоны и так далее. Это все сказывается, это же система, единая система управления. Поэтому он столкнется с колоссальными проблемами. Но я, что, я думаю, сегодня, в сегодняшний день, тысячи, прежде всего, офицеров, членов их семей, для ребят, вот, молодых солдат, сержантов, для них это не совсем понятно. Они там по-прежнему будут клеить фотографии в дембельские альбомы. А вот для офицерского состава, особенно старшего офицерского состава, все понятно. Мне кажется, Шойгу воспримут как своего в офицерской среде. Костяк армии, это офицеры все-таки. И второе, Шойгу, я знаю, я с ним знаком 15 лет, Шойгу очень уважает, он сам офицер, генерал армии, хотя не с нуля прошел, так сказать. Он потом уже стал офицером, получал звание, но он достойный офицер, он понимает, что такое офицерская честь. И я уверен, он с большим уважением будет относиться к офицерам. И в этом отношении, к традициям к офицерским, а это традиции военных, к культуре, к военной культуре. И уже это очень важно, да. Традиции культуры для армии, это, конечно, то, на чем держится вся, если так можно сказать, воспитательная. Если раньше вы говорили политика воспитательная, я бы сейчас сказал исторически воспитательная миссия. А, кстати, кто воспитывает у нас в армии? Ну, раньше был институт комиссаров. А сейчас у нас, я помню еще, хотя я не служил вот в армии, потому что сразу стал вот так офицером, как вы знаете, была кафедра, ну, лагеря. И вот, ну, даже в лагерях это было видно, рядом был батальон какой-то танковый. Вот, и все-таки видно, у нас был обязательно там замполит, хотя чего там факультет журналистики, ну, кого там, понимаете, да, там агитировать за советскую власть. Был такой идеологический факультет. И, тем не менее, обязательно замполит. А сейчас? Значит, ну, во-первых, хочу сказать, мне очень это понятно, эта система вот ваша, которую вы прошли. И, кстати, с этой системой очень много достойных офицеров было. И сейчас те, которые в запасе находятся. Мой сын закончил МГИМО, я его не пустил в ОРУ, хотя он хотел десантником быть. МГИМО, стал, закончил военную кафедру, офицер запаса, переводчик. И везде со мной работает, и сейчас в нашей ассоциации, в том числе за рубежом бывает, и помогает, и работает на армию. Это неплохо, кстати говоря. Но воспитательная система, она разрушена в армии. Фактически при Сердюкове было уничтожено главное управление, сейчас называется, по работе с личным составом, тогда воспитательная работа. Хотя я, как мог, только воевал и отстаивал. Разрушена система, разрушены кадры. У нас нет даже, вот, у нас есть подразделения, в которых предусмотрен, ну, не политработик, воспитатель, скажем так, офицер по работе с личным составом. Но это не профессионал. То есть, нет, раньше в вузах были, были вузы политические, воспитательные, были факультеты. Даже состав был военно-политический. Да, да, да. А сейчас это просто, вот, вот хочет человек заниматься воспитанием. Ну, это абсурд. Потому что подготовленный командир взвода пойдет командиром роты, командиром батальона. Он не пойдет воспитателем, потому что это прыжок в сторону, даже с этой точки зрения. Я думаю, что сейчас, что касается, вот, воспитательной роли, функции армии, нужно срочно, в том числе и Шойгу, этим заняться. Посмотреть на это. Ну, вот видите, мы уже почти вырабатываем рекомендации для нового министра. Хорошо. Ну, мы же гражданское общество. Да, мы гражданское общество, общественная палата, средства массовой информации. И вот вопрос для нас. И даже мы налогоплательщики, на всякий случай, с вами. Это наши деньги. И нам не безразлично, куда они уходят. Правильно. И вот нашим слушателям тоже не безразлично. И вот вопрос. Говорят, молодежь бежит от армейской службы. Это реальность или некий миг? Как обстоит дело, например, с последним осенним призывом? Вопрос из Москвы. Значит, ну, начнем с хорошего, да? Да. Хорошая. Ну, наконец-то. Значит, мы каждый раз проводим горячую линию. Так. Выезжаем в войска. У нас увеличился процент тех ребят, которые... Он небольшой, был один процент. Сейчас два-три процента тех ребят, которые нам жалуются. Или их родители. Что вот он хотел призваться в армию, а его не призывают. Он уже с работы ушел, а он не призывает. Поэтому, если нам удастся всем и государству, и Министерству обороны, и общественникам, в том числе общественной палаты, и вам СМИ, сделать армию социальным лифтом, то, я думаю, мы поднимем престиж военнослужащего. Ну, а сейчас надо иметь в виду, что армия, служба в армии, вот для этих ребят, армия всегда была. Это пот, это грязь, это пыль, это кровь. Это труд, огромный труд. Это не мед. И поэтому сказать, что туда человек с таким большим удовольствием пойдет, это при том, что с рекламой везде вещают. Бери от пепси, как пепси-кола. Бери от жизни все. То есть мы ребят сначала учим брать от жизни все, а потом призываем служащего. Надо что-то и отдать. А они к этому не готовы. Поэтому, конечно, эта проблема существует. Есть достаточно большое количество ребят, которые уклоняются от армейской службы. Одними репрессивными мерами тут проблему не решишь. Нужно создавать условия. Первое, нужно все сделать, чтобы служба была максимально престижной и безопасной. И второе, чтобы после службы армии этот паренек понял, что он прошел не только школу мужества, но он будет занимать соответствующий со временем государственный пост, он получит бесплатное образование, да, он получит хорошее пособие, он получит льготы. Это обязательно нужно сделать. Пока этого не будет говорить о том, что ребята побегут туда. Вы знаете, вот вы говорите, что офицеры, офицерский состав, это костяк армии, значит, вопрос воспитания, вопрос культуры, ну и образование, это как бы авангард армии, да, в кадровом понимании этого слова. Так вот рассказывает мне один молодой солдат, который, однако, уже до сержанта дослужился, но он пребывал в некотором шоке, когда он пришел в армию. Матерьшина, в том числе и в устах офицеров. Да. Часто офицеры все-таки продолжают закрывать глаза на неуставные отношения. Причем это такая часть, которая, ну, одна из элитных, можно сказать. Так вот, когда мы говорим о повышении культуры, ну, во-первых, как вы, как православный человек, относитесь к этому, да, к такому уровню, да, когда ругается офицер по-черному, и высшие начальники не очень-то следят за тем, чтобы он был сдержан. Ну, и вот культура офицерского корпуса сегодня, как ее повышать? Потому что с этого все начинается. Ну, вы мне в одном вопросе столько сразу под вопросов, что, трудно сказать, начну вот с чего, что, конечно, нужно поменять, нужно внести, вернее, так, она уже изменена, серьезную корректировку системы военного образования. Это раз. Второе, вы знаете, в любом мужском коллективе, мужской коллективе, возьмите, гражданский, военный, всегда будут какие-то проблемы, правда, связаны с, там, и среди солдат, сержантов, среди офицеров, среди гражданских. Ну, отношения к сквернословию, там, унижения и так далее. Важно, важно, кто превалирует. То есть борьба, как в любом человеке, есть хорошее, плохое, борьба идет. Важно, как идет борьба с этим. То ли там основная масса офицеров это воспитано. А с этим идет борьба? Вы только скажите. Ну, видите, к сожалению, нет. Потому что и сам, возвращусь к нашему мертвому льву, как мы сказали, сам Анатолий Едуардович не показывал пример. Меня всегда возмущало, что он стоит рядом с верховным, с президентом, руки в карманах. У военных это не принято. Ну, и были элементы такие уж мат, не перемат. Формативные лексики скажут. Да, да, для него это было. Вот это больше всего меня лично возмущало, как и мной офицеры. Поэтому, когда идет это сверху, я надеюсь, что сейчас многое изменится. В том числе и среди младших офицеров, и среди старших. Взаимоотношениях, в Минобороны. А тогда этот столб весь спустится вниз. Я однозначно вам хочу сказать, без культуры, без военной культуры, без воинского этикета создать современную хорошую армию невозможно. Более того, такая армия будет больно ударять по нам, по обществу. Потому что, извините, у нас в России, посмотрите, исторически военная культура была базис общей культуры нашей. Или, скажем так, важнейшая составляющая. Потому что это было дворянское общество. Да. Спасибо, спасибо. И я тоже с вами согласен, что это не менее важно, а может быть и больше, чем уровень нашего вооружения. Это, так скажем, степень готовности номер один. И вот я хочу задать вам такой вопрос. Немножечко, может быть, в сторону. Но, тем не менее, я думаю, что он как раз общественную палату вашей комиссии должен беспокоить. Вот у нас есть звезда, телеканал. И вопрос, во сколько он популярен в среде молодежи. Но вообще ваши отношения. Потому что он, пожалуй, единственный, как нам пишут слушатели из Нарафаминска, который занимается последовательно военно-патриотической темой на российской телевидении. Ну, у меня немножко другое мнение. У меня очень много было обращений, звонков от гранов, что канал не отражает действительное состояние нашей армейской среды. В армии очень много проблем, а канал говорит непонятно о чем, только не о проблемах. Он превратился постепенно в гламурный такой канал, который... Ну, там военно-историческая тема есть, но о современном, правда, не очень много. Вы представляете, какие у них возможности? Перед ними открыты все архивы. Все архивы военные, ведь у них же... Богатый советский кинематограф. А они крутят, в основном, крутят или советские старые фильмы, дают рекламу и небольшие новости, рассказывают нам, как здорово проходят учения. Хотя реальная действительность несколько другая. Поэтому у меня свое отношение к каналу. Я думаю даже, что в какой-то степени его нужно пересмотреть, там вот шел разговор о том, чтобы общественное телевидение на базе канала. Я думаю, что каждое ведомство должно, что ли, иметь свой канал. Я думаю, что и Министерство обороны не обязательно иметь канал такой. Это в какой-то степени деньги налогоплательщиков на воздух. Если нам рассказывают то, чего нет в армии, зачем? Кому нужен такой канал? Вопрос такой очень короткий, может быть, такой итоговый. Понимаете, вот слушатель, который нас слышит в Москве, в Калининграде, в ближнем зарубежье, вот откуда были вопросы? Ну, Рафа, Минск, Ставруль, Минск, Союзное государство, Ярославль. В общем-то, у людей вопросы разные, а по сути дела вопрос один. Очень коротко ответить. И он звучит так. Вообще, я, россиянин, защищен сегодня своей армией. У нас меньше минут. Вы знаете, у нас разговор с вами был критический. Да? Мы больше критиковали. Я хочу откровенно сказать, что у нас мощные вооруженные силы. У нас мощный ракетно-ядерный щит. У нас отличный офицерский состав. И в запасе у нас находятся так называемые резервисты. Офицеры вот такие, как я там и помоложе, которые способны защитить. Я думаю, что наши радиослушатели, наши слушатели должны быть спокойны. Армия при всех за и против – это мощный рычаг нашей обороноспособности. Я в этом уверен. Ищет, конечно. Спасибо. Президент Международного консультативного комитета организации офицеров запаса и резерва, председатель комиссии общественной палаты Российской Федерации по национальной безопасности Александр Николаевич Каншин отвечал на мои ваши вопросы. Спасибо и всего доброго. Успехов вам. Спасибо вам. Визави с миром Субтитры создавал DimaTorzok